Сегодня в рамках учебно-технических сборов проводятся тренировочные спуски в дневных условиях, без за льда. Сегодня проводим спуски в зимних условиях, безо льда. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далаз на грунте, самочувствие хорошее. Субтитры делал DimaTorzok Принял, принял. Выходи на поверхность. Уходи. Как самочувствие? Субтитры делал DimaTorzok Перед погружением водолаз проходит медицинский осмотр. Медицинский осмотр заключается в том, что водолазы меряют давление, измеряют частоту сердечных сокращений, температуру, спрашивают жалобы на наличие респираторных инфекций, насморка, на наличие возможности правильно продуться во время погружения в гидроскопическую среду. На данном учебном месте водолазные подразделения проходят тренировки по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов в местах базирования катеров. Основными задачами водолазов входит осмотр пирсов, причалов, подводной части судов на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Также в задачи входят водолазы. Это сбор улик для следственных органов. Также, если будет захвачено судно, водолазная группа входит в состав боевых групп для освобождения заложников. Да, конечно, в сегодняшнем учении отрабатывается несколько элементов, которые водолаз должен знать, уметь, и также уметь все это применять. Конкретно сегодня видимость была, так сказать, не из лучших, но мы к ней привыкли, так как Москва-река – это такая река, что сегодня может быть хорошей видимость, завтра уже совсем ее не будет, доходит до 0,1 где-то. То есть водолазы работают в основном на все на ощупь и, соответственно, по приборам. Водолаз может стать не каждый, соответственно, должен не бояться воды, запутых пространств, физически подготовлен и должен проходить по состоянию здоровья. Продолжение следует... Продолжение следует...